МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несмотря на то, что с момента завершения восьмилетней священной обороны иранского народа против всесторонней агрессии саддамовского режима, который напал на молодую исламскую республику, проходит три десятка лет, все еще остается много фактов и событий, не рассказанных об этой войне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22 сентября 1980 года армия баасовского режима Ирака начала масштабную воздушную, наземную и морскую агрессию против Ирана. За несколько дней до начала агрессии саддам, тогдашний президент Ирака, выступая с экранов иракского телевидения, разорвал Оржинское соглашение от 1975 года. В ходе первой волны агрессии иракская армия подвергла бомбардировке аэропорты Тегерана, Ахваза, Табриза, Хамадана, Бушегра и Абадана. Население приграничных городов, таких как Хорамшагр и Абадан, скачали от грохота пушек и разрыва танковых снарядов. Таким образом была навязана восьмилетняя война против новообразованной исламской республики. В следствии усилия атак Ирака по приграничным районам Ирана, Запада и Юга, различные слои населения и народные группы заявили о своей готовности отправиться на фронт. Основоположник Исламской республики, имам Хомини, в своем заявлении осудил агрессию со стороны Ирака и сделал предупреждение Багдаду в связи с продолжением атак на Иран. В заявлении имама Хомини говорилось, «Пусть не думают, что народ, правительство и армия Ирана не в силах ответить им. Когда будет нужным, я дам послание иранскому народу и докажу Саддаму Хусейну и ему подобным, что они, все эти куклы США, ничтожны, и при таких столкновениях мы намерены вести себя таким образом, чтобы был дан адекватный ответ их проискам. Но не дай Бог, чтобы не было нанесено ущерба иракскому народу». Агрессия началась лишь спустя 19 месяцев после победы Исламской революции. В то время Исламская республика только начала заниматься установлением порядка и противодействием внутренним и внешним заговорам и угрозам. Армия Исламской республики находилась в ситуации восстановления после падения Исламского режима. Однако спустя год с начала агрессии армии Баасидского режима Ирака, армия и корпус Стражи Исламской революции благодаря массовой поддержке населения вернули в свою ряду боевую готовность и в рамках нескольких внезапных и успешных операций заставили Иракский режим перейти от наступления в оборону. В некоторых важных и оккупированных врагом районах иранские вооруженные силы даже смогли вытеснить врага со своей территории за международные границы. Субтитры создавал DimaTorzok Навязанная война должна была стать последним ударом для уничтожения новообразованного строя Исламской республики Ра. Но превратилась в фактор усиления мощи, единства и сплоченности иранского народа. Восьмилетняя война Саддама против Исламской республики Ра стала героическим и увековечившимся периодом в истории Исламской революции. Иранский народ, в частности молодежь, за восемь лет борьбы и сопротивления против Саддамовского режима, имея в наличии минимальные возможности и пренехватки военной техники, породили один из самых великих эпосов и продемонстрировали всему миру мужество при защите своей родины и революции. Этот героизм и мужество стали примером для подражания освободительных движений во всем мире. Исламское сопротивление в Ливане и Палестине берет свое начало в стремлении к самопожертвованию и мученицкой гибели среди иранской молодежи. Десятки тысяч иранских молодых парней и девушек, преисполненных мужеством и героизмом, пали мученицкой гибелью, защищая великие идеалы Исламской революции. Иранская молодежь не пожалела своей души при защите Родины и Великой Исламской революции. Мужество и героизм иранского народа не позволили врагу завладеть и пядью иранской территории. Война и ее последствия являются разрушительными для всех стран. Однако, когда страна подвергается агрессии со стороны врага, и народ, в частности молодежь, во весь рост встает на защиту своей Родины и государства, то война для той страны и того народа определяет историю и приносит славу. Великий лидер Исламской революции Айтула Хаммэнеи в этой связи говорит, «Эта война была оборонительной. Оборонительная война отличается от агрессивной. Оборонительная война является полем для проявления чести, патриотизма и глубокой верности людей по отношению к идеалам, которым они привержены». Восьмилетняя священная оборона иранского народа перед варварской агрессией врага, который получал поддержку от Запада и Востока, явилась источником нескончаемой национальной гордости. Священная оборона способствовала тому, что совместный заговор западного и восточного блоков по уничтожению Исламской республики Иран превратился в возможность для утверждения способностей иранского народа. Героизм иранской молодежи доказал, что государственный строй, обладающий народной поддержкой, подсенний исламской государственности и единства всех сил, может победить любого врага. Иранский народ, обладая осведомленным и способным лидером, благодаря регулиозным и национальным ценностям, восстал против врага и продемонстрировал национальное единство. Это был основной стимул массового присутствия иранского народа на поле боя. Восьмилетняя оборона стала достопочтенным боем, и именно поэтому, несмотря на коварство и бесчестие врага, который применил запретное оружие, а также подверг массовым ракетно-бомбовым ударам жилые районы городов, иранские бойцы не перешагнули через человеческие и исламские ценности. Во всех странах оборона Родины воодушевлялась благодаря деятельности ответственных и верных деятелей искусства. Анализируя различные отрасли искусства Ирана, литература, кинематография, художественное искусство, музыка, можно понять, что самые лучшие и выдающиеся произведения принадлежат эпохе и тематике священной обороны. Таким образом, период восьмилетней священной обороны против саддамовского режима является бесконечным источником для национального единства и сплочения, а также источником воодушевления для создания великих произведений. Восемь лет священной обороны воодушевляет не только иранский народ. Влияние героизма и самоотверженности иранской молодежи вышло далеко за границы Ирана и стало воодушевлением для многих угнетенных народов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Восемь лет борьбы с врагом, которого поддерживали 58 стран мира, создали особые условия, которые испытало очень мало народов. Эти особые условия способствовали тому, что героизм и самоотверженность иранской молодежи на фоне их угнетенности, несправедливых и неравных условиях борьбы родился эпос, который навсегда останется в памяти иранского народа. Повторный обзор событий восьмилет священной обороны может вдохновить не только иранцев и сторонников ислама Ирана, но и всех свободолюбивых людей в мире. Потому что за этот период Исламская Республика Иран утвердила свое расположение в регионе и на международной арене в целом. По мнению многих стратегов и специалистов, восьмилетняя священная оборона иранского народа против агрессии саддамовского режима стала первой современной войной при участии классических армий, в ходе которой иранцам удалось изменить свою судьбу, опираясь на Божью волю и сохраняя национальное единство, без помощи иностранных государств и даже вопреки воле империалистов. Однако вопрос о том, как и почему режим саддама совершил агрессию против Ирана, остается одним из важных. С древних времен между Ираном и Ираком существовали территориальные разногласия и пограничные споры, но это не могло служить основой, причиной агрессии саддама против Ирана. На самом деле, основной причиной агрессии саддама против Ирана можно назвать региональной и глобальной влияния Исламской революции и тех событий, которые имели место после победы революции. Исламская революция Ирана изменила баланс сил в регионе и в мире в целом. Эти изменения противоречили интересам двух свердежав их сателлитов. Именно поэтому навязанная саддамом Ирану война стала реакцией на последствия победы Исламской революции на региональном и мировом уровне. Редактор субтитров А.Семкин